Это смотрите, если у вас подтекает стиральная машина Вот где-нибудь отсюда Текет либо из лотка Либо вот тут снизу слева Самая частая причина Вот этого Этот бункер приема порошка То есть вот эта штука Задвигается в эту штуку Снимается она довольно просто Откручиваете два болта сзади Снимаете заднюю Крышку Вот И здесь оно все находится Один шланг Это идет непосредственно вода в барабан Вместе с порошком Два это идут на клапан И в принципе Вот эта еще штука идет Вот она на барабан Две и две на клапан Вот эта штука Здесь идет в роли Такой сбор воды Вместе с порошком И у марок LG Samsung Она сделана Из двух половинок Если у вас есть следы Вот таких подтеков Мыльных разводов С порошком Вот видите как здесь Значит во время стирки Вода подается под напором И брызжет через эти швы И просто текет То есть по сути поломка Это ерундовая Но она Если ее вовремя не устроить Может повлечь На очень большой ремонт Например здесь смотрите Идет коррозия Здесь рядом находится плата Она может залить Амортизатор Который тоже выйдет из строя Пойдет коррозия И так далее В общем ничего хорошего Из этого не будет Но соответственно Она тоже будет подтекать Чтобы это устранить Нам надо будет разобрать Вот эту бухту Приемник Лоток порошка И купить В автомобильном магазине Любой какой-нибудь Дешевый силиконовый герметик Прокладка Который держит Хотя бы 100 градусов Я вот купил Такой самый дешевый Автосил Он стоит там 100 рублей Сейчас мы эту штучку Разберем Разбирается тоже Очень легко Просто корпус Расщелкивается Вот здесь И она становится Половинчатая Смотрим Где у нее прилегание Вот она в этот желобок Заходит И оттуда подтекает Значит нам надо с вами Вот в эти желобки Вот в эти Налить просто силикона Побольше Сюда и сюда И защелкнуть И после этого У вас машинка Подтекать не будет Делается все очень легко Никаких-то прям супер навыков Не надо Я вон одной рукой даже сделал Он снимал И все Теперь вот этот пирог Защелкиваем И там где у нас подтекало Уже подтекать не будет Одного тюбика Хватит маленького Даже в принципе На три примерно машинки Ну вот все Я ее защелкнул Все вот эти поры Залил герметик То есть понимаете да Как это работает Вода брызжет под давлением И где-то под углами Идут струи И бьют Наружу в эту щель Соответственно Я думаю вы понимаете Что вот этот люк Надо сначала разобрать Помыть Зубной щеточкой Все швы От всяких вот этих Порошка и всего Как следует высушить После этого Сделать все что на видео Дальше вот так собрать И в принципе Часа через три Можно устанавливать Но если вы не торопитесь Я бы вам рекомендовал Оставить на сутки Потому что полная вулканизация По инструкции Проходит через сутки И в принципе На какое-то время Даже может на год Или на два Это вас спасет От протекания Стиральной машинки С левой стороны Как раз Где у нее люк Потому что даже бывает Что самые новые машинки Вот так протекают Например Здесь есть Вот очень дорогая Стиральная машинка И у нее Так же вот здесь Текет Потому что у нее Сделано так же С двух половинок Ее тоже я буду Делать сейчас Герметиком Вот когда подтекает Вода вот везде здесь идет Можно по следам ее найти Где она выплескивается И кстати Когда вы установите Новый лючок Он у вас Очень туго будет вставляться Поначалу За счет того Что в этих пазах Останется герметик И надо будет его Много-много раз Вот так сделать Чтобы он Разработался Прорезал себе Салазки И с герметикой И потом не застрял Субтитры сделал ролик Ставим лайк Подписываемся на канал Всем пока Вот и все Ребята